Воскресенье Следующая неделя у нас будет Прощенное Воскресенье. Попытаемся сказать Богу и друг другу, попросить прощения. Неделя о страшном суде, но суд он нечеловеческий. Мы сегодня уже пожинаем плоды наших грехов. Мы сегодня уже пьем чашу, которую надо допить до конца. И в нем есть улич вихра в этой чаше. Вечная жизнь и твоя жизнь земная. И точка соприкосновения с вечностью. Ты смотришь и откручиваешь пленку назад, Попытаешься вспомнить. Вот ты жил там, вот ты жил здесь. Вот твоя какая-то жизнь была такая. Потом она стала другая. Потом она еще поменялась. Ты ли это был? И ты, и ты, и не ты. Понимаете? Вроде это ты был, и имя твое, и фамилия была такая. Но ты находился в одной жизни. Потом ты перешел в другую жизнь. Сейчас такая жизнь, а какая она будет в конце твоей, твоего пути. Близкие люди, родные люди, знакомые люди, которых уже нету на этой земле. Конечно, ты смотришь на это все. И ты себя даже не узнаешь. Думаешь, а ты ли это был вообще-то? А может, это был и не ты? А какой ты вообще сам на самом деле? Кто ты вообще есть? Понимаете? И ты этого не знаешь. Наверное, только Бог знает, какой ты. Сам ты не знаешь. Мы знаем, что мы можем быть абсолютно разными. В зависимости от нашего настроения, от нашего самочувствия, от наших каких-то условий. И где ты настоящий, когда у тебя был нос поднят, или когда ты был в ныне, или в отчаянии. И там, и там вроде ты, и в то же время и ты, и ты. Мы приходим к мысли, что мы зависим от Бога. Во всем. Во всем. Ощущение, Господь садишь лицом в суету, трудишься жить в дежущее. Но трудно смириться до конца. И поэтому ты барахтаешься и сопротивляешься, пытаешься что-то доказать, пытаешься что-то своё отстоять, но это бесполезно. Я смотрю вперёд и думаю, вот ты лежишь в гробу, и люди вокруг тебя что-то говорят, но это уже земная суета, а впереди вечная жизнь. Готов ли ты к этой вечной жизни сейчас? Потому что если сейчас мы не подготовимся, может быть, очень плохо. И в принципе, вся жизнь от рождения до последнего дня – это подготовка, когда мы должны взлететь, тут мы только тренируемся, горение сердца, да? Мы тренируемся, мы читаем молитвы, нам же нужно не ползать по земле в своих каких-то мыслях, нам нужно оторваться от земли. Поэтому чем чаще мы читаем молитву и это, мы понимаем по-другому, чем просто какие-то, ну, разные. Вот понимаете, для первого ученика нужны палочки писать, знаете, вот чисто писание, там, палочки, крючочки, там всё, и дети пишут, 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 пишут это. И сейчас тоже пишут, кстати, но без нажима. А раньше с нажимами всё было, понимаете? Ручками. И надо было, знаете, детей уже как бы готовили к художественному пониманию жизни, да? Буква была – это произведение искусством. И ценились ручки с хорошими перьями. Простые ручки черненицы, то это полностью интересно. Измазанные дети в кляксах были. А потом шарик, то есть такие ручки появились, авторучки. А потом появились шариковые ручки, и это уже было без нажима. Потеря. Большая потеря, без нажима. Уже буква была одинаковой толщиной. Уже художник погибал. Всё упрощалось. Но упрощение – это не значит, не всегда значит хорошо. Так и в духовной жизни. Тебе нужны палочки, крючочки. Господи, по-милу Господу. Всё, вычитывал или не вычитывал. Но тут ты уже не можешь так всё время что-то вычитывать. Ты уже должен как-то по-другому к Богу отнестись, да? Какое-то должно быть качественное изменение твоего Слова к Богу. Какое-то должно быть какая-то уже, понимаете, глубина этого Слова. Вот сегодня очень хорошее мать Агапия читала Слово Дмитрия Смирнова. Прекрасное, прекрасное. Вот мы готовимся жить вечно. Сегодня уже последний день был мясных продуктов. Меня это радует. Потому что я очень люблю мясо. Мне это радует. Но после поста оно уже как-то и не хочется. Но всё равно люблю. Это ж не грех. Это ж не грех. Просто мне это должно быть. Ой, Господа, не это делается человеком. Способным завететь. А душа? Где твоя душа? Где твоя душа? Где твой ум? Вот у нас на том собрании Лёша говорил очень интересные слова. Искренне говорил. Мне лично очень было приятно его слушать, честно говоря. Не знаю как вам. Мне так было очень приятно. Потому что искренний человек, это видно было искренне его поиск к Богу и путь, на котором человек и спотыкается, и куда-то уходит. Вот сегодня Юля здесь. Давайте мы Юля тоже расскажем про вашу жизнь с Лёшкой. Мне почему-то так хочется. Продолжение, понимаете? Я люблю продолжение. Мы сейчас всё переходим на сериалы, понимаете? Раньше сериалов не было, а сейчас сериалы. Расскажи, иди сюда. Ты не обижаешься, что это тебя? Нет, честно не обижаешься? Я, если не обижаешься, всё, я не буду. Я надеждаю внимание своей скромной персоной. Ну, скромной. Что у тебя детей? Трое. Трое детей. Ну, ты скромна. Ну, что Бог дал, то слава Богу, но о чём рассказать? Как вы живёте с Лёшей? По-разному бывает, конечно. Но интересно с ним жить? Ой, ну, конечно. Он же не скучный, правда? Нет. Ну, поначалу, конечно, было тяжело притереться, вот как только поженились, да. было как-то принять друг друга со всеми недостатками, и, конечно, и хорошего много. Для себя я как бы поняла, что важно увидеть в человеке вот это хорошее, что в нём есть, да. То есть, несмотря вот на грех, да, который живёт вот в человеке, да, то есть, важно увидеть вот эту вот красоту вот эту Божию, которая есть в каждой сестре, в каждом человеке. Но ты в нём и увидела эту красоту? Да, увидела. И полюбила красоту, да? Вот. А сейчас ты её видишь? Вижу, ещё больше вижу. Понимаете, вот чем больше живёшь с человеком, да, тем больше Господь как-то открывает вот эту красоту. Вот всё равно, как читаешь книгу, вот, такое вот ощущение, как будто вот мне кажется, ну, что ещё больше я могу тут? Ну, я уже всё знаю там про него, и он про меня. Это неправильно. Да, но поначалу мне так казалось, да, что я уже всё знаю, что я могу ещё нового узнать тогда, вот. А потом оказалось, что ещё много я чего ещё не знаю про него, и про себя не знаю. Это правильно. Да, то есть, ну, тут такой момент, что можно вот так жить с человеком, и каждый раз, каждый день вот ты просыпаешься и что-то открываешь для себя, вот, и увидишь, вот, думаешь, а вот мне вот, допустим, этого не хватает, то, что есть у него, да, то есть мне это вот бы пригодилось. Вот стоит поучиться у своего мужа, вот, что у него есть такого, что мне, вот, у меня нет этого, да. А он, в свою очередь, стал вот на меня тоже засматривать. Тоже, наверное, что-то учиться, правда? Ну, наверное, я думаю, что да. Что-то, что-то вот ему тоже там заинтересовало, там, видать. Ну, вот так вот. То есть в какой-то период вначале чего-то даже и не видишь, да? Да, то есть вначале вообще было, ну, тяжело было вот как-то притереться, найти. Ну, он такой, я знаю его, просто я уже очень давно, я очень хорошо знаю его. Потому что все-таки он исповел. Потому что у него был такой момент, когда он вот какой-то вот, он, он же все время хотел быть монахом. Ты знаешь? Он хотел, я знаю, что он хотел, но так сложилось. Нет, нет. Но у него такой, почему он так вот, он вот сделал что-то, делал, а потом что-то у него замыкало, и он сразу уходил. В подполье. В подполье, да. И потом где-то пропадал, потом опять появлялся. В семье такого уже не было? Ну, такого, когда… Ну, вот он делал и делал что-то, а потом раз что-то и… Ну, я думаю, он не уходит физически, но внутренне он уходит, отстраняется. Не было такого? Было. Было, конечно. Переживали многое, я переживала очень. Мне было как-то тяжело принять вот уход там в себя, да, такой… Отстранение, да. И он уже в другом… Вот. Как-то мне вот было это тяжело принять. Потом как-то я стала молиться, просить других людей молиться там за нашу семью, за них. Да. Ну, и как-то Господь потом уже стал управлять. Потом что-то вот так вот раз – и все. И это самое. И вот он перестал там залеживаться. То есть ровнее стало, да? Да, да. То есть какие-то… Я сам сказал, что-то… То ли кто-то обо мне очень сильно помолился, что так случилось, да. Чтобы вот он… Слава Богу, что перестал там залеживаться там. И нормально ходить на послушание. И вообще вести нормальный такой… Более-менее нормальный образ жизни, скажем так. Православность. То есть жизнь Бога. А дети как? Ой, ну это… Тут можно долго, конечно, говорить. Я вначале скажу про себя. То есть вот до детей, когда я еще была, да, вот сестра, до детей, да, это совсем другой человек. И что вот когда родились уже дети у нас, это вот, ну, просто коренной, скажем так, такой переворот, скажем так. А что изменилось? У меня и у всех. Ну, у тебя, наверное. У меня. Ну, допустим… То есть был один человек, а сейчас стал другой человек? Да. Вот что? Ну, так вот я раньше думала, что… Что я спокойный, нормальный, уродовешенный человек до детей, да. Что меня сложно там вывести из себя, там… То есть я думала так, да. То есть как-то вот… Или вот как вы, батюшка, говорили, что… То есть ты вот один, кажется, был человек, а сейчас ты вообще не понимаешь, кто ты вообще. То есть до того было так, сейчас уже по-другому. То есть я, не я, непонятно. Вот. Ну и вот в плане детей. Когда родились у нас дети, конечно, вот поменялось у меня там внутри. То есть, конечно, с рождением детей прибавилось много их хлопот сразу. Но научиться вот именно по-настоящему вот как-то терпеть, смиряться, да. Вот. А еще дети очень хорошо вот, они отзеркаливают, скажем так, вот, ну, твой вот грех, да. Когда вот ты, допустим, вот как-то пытаешься бороться с ним, но ты… А вот когда ребенок твой вот тебе это показывает, да, то, конечно… Иногда очень тяжело, да? Очень тяжело. Увидеть себя, свои какие-то черты в этом маленьком существе, которое тебя копирует, да? Да. Вот. То есть, я понимаю, что как я, вот как мама, должна вообще вести себя вот перед детьми. То есть, это большая вообще ответственность вот родителей, которые… Особенно православные. То есть, дети, они смотрят вот на родителей, да, это вот как пример такой вот. То есть, как нужно держать себя вот, чтобы, не дай Бог, не показать такой вот плохой пример, чтобы дети не увидели вот эту черноту, которая есть в тебе. Вот. То есть, ну, понятно, что они все равно видят это, да, но хотелось бы, конечно, как можно меньше. Ну, это то есть стимулирует то, что ты себя сдерживаешь, что ты себя начинаешь контролировать, что ты более ответственно начинаешь подходить вообще к своей жизни, да? Да, да. Что у меня есть дети, которые на меня смотрят, которые меня слышат, да? Вот я сейчас начну ругаться с Лешей. Было дело? Ну, конечно, было. У кого не было, у всех было. Нет, ты на всех не говори. У меня это. У всех не было. Ну, слава Богу, что это я там могу там спылить иногда, там это самое, но Леша… Ну, отхожу быстро. Вот, но Леша… А из-за чего, в основном, ты вот такие у вас тему вспышки? Ну, потому что бывает тяжело. Вот я просто уже не выдерживаю, вот просто физически бывает тяжело. То есть физически с детьми, да? Устаешь? Да, да. Нервы на призеле, да? А тут муж на диване лежит, нет? Ну, ну да. И такое бывало. Вот, то есть, конечно, хочется больше помощи какой-то там, да, от мужа. Вот. Ну, хочется-то нового. Понятно, что всем хочется, но уже как есть. Уже как-то молишься. Ну, конечно, бывает и срываешься, вот, но потом отдергиваешь себя, каешься. Вот, что понимаешь, что ты неправ, что ты сейчас неправильно поступаешь, и дети это тоже. Ну, бывает, видят. Но бывают, конечно, и веселые моменты. Вот, дети одесса… Вы с юмором вообще живете? Ну, стараются, стараются. То есть можно перевести все, посмеяться? Можно, да. Ну, главное, чтобы, ты говоришь, меня не заносило на поворотах, а дальше… Лёша, он более такой вот спокойный, я бы так сказала. То есть вот он так спокойнее реагирует на всё. Вот, у меня там порыв эмоций может быть. Ну, я понимаю, что эмоции, конечно, надо в сторону эти эмоции. Надо молиться больше. Вот. Чтобы эти эмоции не мешали, скажем так, жить. Вот. Потому что я сама себе национальный человек. Ну, если как, эмоции не всегда… Это нехорошо. Ну, лучше их убрать. Ну, я думаю, тебе повезло, что Лёша всё-таки не материалист. Что повезло-то однозначно. Нет, ну, он не материалист. Он же материалист. Это скучный человек, который привязан к чему-то такому, знаете, очень примитивному. Ну, да. Конечно, это самое… Может, у него другая крайность? Но когда я узнал, Лёша как-то пропал из поля зрения, и когда Лёша появился, я узнал, что у него трое детей, я его зауважал. Понимаете, я его зауважал. Я тебе скажу, что ему очень помогло. Слава Богу. Очень помогло. Потому что он был очень непостоянен, и на него нельзя было положиться в какой-то момент. Ну, да. Ну, сейчас Лёша поменялся. Поменялся. Конечно, когда мы видим, что поменялся. Вот понимаете, вот какой промысел Божий. Ведь семья – это тоже монастырь. Да, ещё какой. Так, я вам скажу. Но здесь отвечать. У нас в монастыре никто ни за что не отвечает. Ты можешь спать. Правда, Юра? Да. Ну, какая разница, вроде тебе кушать дадут и спать тебе дадут. А тут надо пахать. Тут надо отвечать. Понимаете, это совершенно другая… Тут уже ты не поспишь. Тут ты ни дурака не поваляешь. Тут всё на виду, понимаете. Качать ребёнка. Он плачет. Он докачает. Он плачет. Ну, как, заболеет ребёнок. Это же вообще какие-то сложности. Ну, да. Болезнь – это вообще в детей. Это особое переживание, наверное, каждой мамы. Когда ребёнок заболевает, тогда особого пишь к Богу о ребёнке, чтобы он поправился. Но я как-то… Раньше я неправильно вообще воспринимала болезнь. Только вот сейчас, сравнительно недавно, я поняла, что такое болезнь вообще. То есть для меня заболеть раньше было самой, да, даже. Это что-то… Ну, так мне это было тяжело переносить, что это ужас этим какой-то. Я лучше буду там трудиться в поте лица, там, не покладая рук там… Ну, буду здорова, не буду болеть, да. Вот. А тут… То есть я… Болезнь у меня это тяжёлое испытание было. И что ты поняла с болезнью? А сейчас вот ещё с этим коронавирусом, да, и не будем об этом больном есть… Почему? Мы говорим открыто. Ну, ладно. Это самое. Ничего страшного. О болезни детей я вот хотела сказать, что, когда дети заболевают, то есть ты понимаешь, что, конечно, где-то твой грех, вот, прежде всего. То есть начинаешь пересматривать жизнь вообще, где ты, отматываясь в плёнку назад, где ты, вот, поступил неправильно, где ты ошибся, где ты… Ну, то есть где ты согрешил. Потому что… Да. Да. И ещё поняла, что болезнь вообще, на самом деле, это не наказание Божие, как многие думают там, да, а это милость Божия. Понимаете? Это милость Божия. То есть болезнь – это милость Божия, которую Господь посылает для того, чтобы, во-первых, душа стала мягче. Когда болезнь, человек, он становится более… Чувствует Бога. Он начинает молиться как-то, он… То есть он такой… Ну, мягче становится. Допустим, если до этого был он, допустим, там, какой-нибудь там злой, раздражительный, и это самое… Тут бац, там, посылает Господь болеть, да. Вот. И всё. И вот остановись, вот, остановись, подумай, как, чего… То есть вот… И вот эта болезнь, она лечит, можно так сказать, человека изнутри, да. То есть вот ты понимаешь, что сейчас Господь тебе дал, там, тебе, твоим детям болезнь, да. То есть ты знаешь, не для чего-то. То есть не просто так, да. Вот. То есть болезнь нужна. Нужна. Без болезни мы не спасёмся. Нет, нет, нет. Скорбью болезни при том, что Господь не призывает. Да, да. Вы знаете, и для меня это вообще такое открытие, что я поняла, что раньше я вообще к болезням неправильно относилась, да. Для меня это было, ой, всё что угодно, только не заболеть, потому что это самое. Вот. А сейчас я понимаю, что тоже вот этот коронавирус – это просто милость Божия, которую Господь посылает всем нам, чтобы мы спасали свою душу. Вот. Как мы живём. Да. Не так живём. Ну, что не так, да, это понятно, что не так мы живём. Вот. Ну, тут, понимаете, у меня ещё такой момент был, да, вот в отношении к своей второй маме свекрови, да. Тут тоже всё непросто, понимаете. Везвимое место. Да, да. Любима Тима, как у Лёши говорит, твоя. Что она вмешивается? Ну, поначалу немного было, конечно, не много, а было, да. Вот. Ну, вот, по-настоящему научиться вот любить и свекровь, да, это тоже много чего стоит. У тебя получилось? Ну, на пути, вот. Знаете, и, конечно, до конца ещё нет. Вот. Вот. Ну, понимаете, вот, ну, для меня было очень тяжело даже просто начать молиться за свою свекровь. Вот. То есть это... Обычно там, ну, буду я за неё там ещё чего-то. Ну, она мне столько гадости там сделала. Или вообще там, чё это я за её буду ещё тут молиться? Вот. Ну, то есть вот пересилить себя, да, как-то вот внутренне. То есть молитва за человека, который, ну, мягко сказать, неприятен там в жизни, как-то вот. Это и есть твоё проявление любви, скажем так, вот, к человеку этому. Это первое, что нужно делать. И при том, наверное, любви такой и христианской. Да, то есть настоящей именно любви. Не такой, как там, вот, а именно христианской, да. То есть вот начать молиться вот за свою свекровь и как-то попытаться понять её тоже вот, как маму, вот. Хотя очень сложно. Я, конечно, тут же, ну, в силу своей там гордости, строптивости, мне было это сложно. Так это почти всем сложно. Да. Это есть таких, таких вот бабушек, да, это просто, наверное, единицы вообще на миллионы, которые просто не вмешиваются, которые просто не вредят. А в основном вредят, вот, к сожалению, вредят. Имея добрые какие-то намерения, да, они всё равно считают, что вот… Их право, да. Да, конечно. Что их, там, дочь, их сын всё равно лучше, чем, чем тот, кто с ними, понимаете. А это так у людей. Ну, пришлось, конечно, и как-то и строго, конечно, всё было, и ругались, и мирились. По-разному было тоже. Вот. Ну, как-то я вот сегодня разоткровенничалась, конечно, о своей семейной жизни. Нет, ну, Ёша тоже очень оскровенно говорит, я вообще, если бы был режиссёр, я бы снял бы фильм. Понимаете, был бы очень хороший фильм, понимаете, такой глубокий фильм. Поэтому у нас нет таких режиссёров, понимаете. А вот если бы был режиссёр, то есть, знаете, изнутри посмотреть, это надо поработать очень… Вот про семье, да, вот как, вот Ёша такой он был, да, вот такой Юля какая была, да, и вот семья, дети, да. Потому что это, ну, как вообще Бог вообще формирует человека, да, ведь это же формирование человека к вечной жизни. Единство. Ведь что дьявол сделал? Он разделил. Он всех связи разорвал. А здесь, понимаете, вот это преодоление своей обиды на эту свекровь, которая тебя абсолютно не любит, которая… Он не любит, да, и ревнует часто. Да, ревнует. У него двое сыновей, конечно, но всё равно зачастую, если кровя, они как бы все ревнивают. Ну, да. Ну, многое как бы. Но ты стараешься всё равно на это не обращать как-то внимания, всё равно как-то увидеть вот это опять-таки, с чего я начала вообще говорить. То есть вот, ну, увидеть опять в человеке вот это хорошее, что в нём есть. Это так спасает, да. Особенно вот, когда человек, ты видеть его, допустим, не можешь и не хочешь. И вообще, то есть, ну, как-то вот помолиться о человеке и попытаться, попытаться или попросить Бога, чтобы он показал это хорошее, если ты не видишь. Да. Вот понимаете, вот человек, да. Молоденькая девочка была, сестричка, да. И вот смотрите, вот прошло сколько-то времени, да, порядком времени прошло, да? Ну, вообще, приход к Богу был 17-18 лет. Я была студенткой ещё в ГУЗа Бату. Да, да. Точно. Технический университет. Училась на экономистов. Вот. Ну и в итоге как получилось? Я говорю, училась пять лет на сестру Милосердия. Да. Училась так. То есть, вот, ну, приход к Богу, первый курс мой, вот, был такой, конечно, приход к Богу. Сама я из другого города, да, и в общежитии там засели. Тяжело было, конечно, поначалу очень там. Вот. Ну, я понимаю, что всё это, всё вот, путь этот вот, который вот от Аи до сегодняшнего дня, это всё было нужно. То есть это всё было нужно, и это Божий промысел, и Господь знает, что Он делает вообще. И вот, то есть вот этот отрезок вот жизни, да, вот, то есть важно ещё вот доверять Богу, да. То есть у меня часто такое вот, ну, казалось бы уже столько вот, ты 17-18 лет уже, вот Господь говорит, да, а ты всё равно вот малейшее какое-то испытание, да, и ты тут же всё, как я говорю, сдох, Бобик. Ну, нет, ну да, вот, то есть нет вот этого доверия к Богу по-настоящему, нет вот этой веры настоящей, молитвы. Хотя ты уже, уже сколько, кажется, времени, ты уже служишь Богу, стараешься как-то вот, ну, как служишь, как можешь, вот. Ну, ты же на точке стоишь? Ну, сейчас я ещё с ребёнком третьего. А, третий ребёнок, да? До этого, да, стояла, и на студенческих мои точки были первые там, а потом уже на, это, универма в Беларусь, сестра Людмила, которая сейчас у нас послушница. Ну, а скажи, пожалуйста, путь продолжается твой? Продолжается, конечно. А вот интересно, какой будет конечный результат, а? Надеюсь, что хэппи-энд. Молодец, молодец. Ты просто молодец, да. Ну, вот ты станешь бабушкой, ты будешь внешиваться в жизнь своих детей? Ну, наверное, на своём горьком опыте. Забываешь, забываешь. Уже. Ну да, надо забывать, конечно, плохое, но, наверное, буду стараться и не буду… Не мешать. Всё-таки, когда попросят, допустим, вот помочь, там где-то что-то, надо помочь, конечно, надо помогать, всё. Ну так, чтобы вот самому, там, вот, брать, там, вмешиваться в семейную жизнь, там, того же сына, там, или дочери, я думаю, не стоит. Это чревато большими последствиями, вплоть до развода. Ну да, да, да. Разводят, разводят. Да. И потом страдают все вокруг. Ну, прежде всего, если дети есть, то и дети страдают, все страдают потом. Поэтому, видите, как оно… Хотелось бы, конечно, чтобы мамы, которые имеют сыновей, дочерей, чтобы они, конечно, были очень аккуратными, вот, больше молились со своих деток. Вот, это самое основное, я так думаю, что молитва матери за своих детей – это первое, что должно. То есть, не обязательно, там, что-то даже говорить, там, что-то приходить, там, это… То есть, просто, вот, молитва, да, за своих чад. То есть, по молитве Господь все управляет. А вот, что бы ты хотела изменить сейчас, вот, в себе? Вот, исправить. Вот, у тебя есть возможность, вот, попросить, вот, сейчас все помолятся, и ты исправишь то, что попросишь. Ну, что бы ты хотела изменить, вот, сейчас, в Сибири, вот, в июле 2021 года? Что бы ты… Ну, наверное, все-таки, первое – это научиться не раздражаться, то есть, держаться, прежде всего, на своих детей. То есть, когда бывает, вот, тяжело, они, там, ну, играют, там, с ума сходят, бегают, там, прыгают, там, вверх дном все дома, со шкафов, бывает, все достают. То есть, научиться, как-то, вот, все-таки смиряться, и молиться, и не раздражаться. Это, вот, для меня, это, для меня это главное, вот, на этот теперешний момент, то есть, научиться не раздражаться, прежде всего, вот, несмотря ни на что, что бы там ни случилось дома, пускай там, хоть камни с ним подают. Вот, то есть, научиться, вот… Сохранить мир. Да, да. В любых случаях, что бы ни было, пускай там что-то разбили, пускай что-то там выкинули. Выкинули. Но это не важно. Это очень тяжело делать, как оказалось. Понимаете, тут дети у нас все шустрые, все как один, трое, все подвижные, любят и побегать. У вас сколько девочек и мальчиков? Ксюша старшая девочка, 6 лет, вот, было в феврале, потом, средний, Герман, ему уже, вот, 4,5, и Макарушка, самый маленький, ему 2 года, он был в феврале, 6-го, на Ксении больше не был. Понятно. Ну это же не предел, правда? Ну а что ж? Ну, я, знаете, я как-то не загадываю. Как Бог даст. Ну, наверное, да. Ну, как-то, знаете, батюшка страх берет какой-то. Так что страх? Ну, не знаю, может, это какое-то малодушие тоже такое, это самое, что, как-то, ну, бывает так сам себе скажешь, ну, хватит мне там и трое уже детей. Вот, то есть, ну, как-то, бывает, малодушиствуешь, вот, это, не доверяешь Богу все-таки, потому что Господь больше знает, сколько тебе надо детей. Вот, то есть, ты, как человек, пытаешься что-то там сам себе решить, сколько у тебя там детей должно быть. Так нельзя, наверное, тоже. Доверять Богу надо, правда? Да, да, да. Надо, так же. Ну, вот сложно, и говорю, как-то тяжело довериться Богу. То есть, такой вот у меня внутренний такой страх, Боже мой. Господи, я думаю, с ребятом еле справляюсь, да? А что будет, если появится еще один или еще один? Думаю, я же вообще с ума сойду. То есть, ну, вот такое, думается, да? А может, они нужны для твоего спасения. Вот, видите как, может, ну, мы, конечно. Да, поэтому тут, видите как, да, все очень. Вопросы есть, если есть? Юночка, а у вас дома вот турничок есть для деток? Что-что? Турничок. Турничок? Да. Вот, ну, чтоб они не спали, лестники так вот. Они такие подвижные. Если вот это будет, у них будет занятие, это делать. Ну, это папа должен сделать. Ну, турничок, у нас как-то мы на улицу вот выходим. Все-таки у нас там во дворе там есть такие. А Тасик такой должен быть. Какая лестничка, как бы они лазили по перелкам? Веревочка, чтобы не понять. Они тогда заняты. Ну да, вот в плане занятости. То есть, важно еще детей занимать чем-то, да. То есть, чтобы вот они все-таки не просто колдили, да. Там и мультики какие-то. Нет, это не надо. Надо чем-то хорошим занимать детей. То есть, учиться там чему-то полезному. И вы и сами будете это делать. И они за вами. Да, то есть... Ну, и папа, и ты. Ну, папа, я, да. А у вас так, да? У вас дома так? В моей подушке. А, у подушек. Ну, папа сделала вот это. И все. Ну, надо подумать. Хорошо. Ну... Ну, ладно. Спасибо тебе. Спасибо. Может, еще что-то? Кто-то хочет? Ну, продолжение следует, да. Вас теперь надо вдвоем. Вот снимают, видишь, и мы сделаем сфильм. Ну, все. Ну, видите. В этом всем, понимаете, любой... Любая личность, любой человек, понимаете, это... Вот когда ты видишь этот промысел Божий, который ведет человека в вечность, то от этого даже дух захватывает, по-моему, честно говоря. То есть так, видишь, насколько это все непостижимо, насколько это все тонко, да? Это с каждым человеком. Насколько мы... Нам трудно принять и посмириться, и отдать свою жизнь в руки Божией. Но если это происходит, то тогда, конечно же, человек уже по-другому смотрит на все, что происходит в его жизни и в жизни его близких. Понимаете? Нам часто непонятно. И многое мы принять и понять не можем сегодня. Потому что смотримся и только со своей колокольни. Не смотрим, понимаете, с высоты вечности. А пока мы будем смотреть сегодня со своей колокольни, то, конечно, у нас будут все время какие-то непонимания и протесты, и какие-то, понимаете, обиды, которыми, конечно же, ты с которыми не проживешь. То, что у тебя сейчас есть, ты должен нести, ты должен с этим жить без робота, без уныния. И другой жизни у тебя быть не может. Можно фантазировать все, что угодно. Можно себе придумывать какие угодно сценарии, но есть реальность жизни, есть то, что тебе действительно нужно исполнить. И это правда. Это настоящее. Поэтому, конечно же... Вот так сегодня ты не видишь себя, как-то что-то не понимаешь, что-то пропускаешь, а потом раз ты увидишь себя, понимаешь, таким, каким ты есть. И вот и страшный суд. Как ты жил? Все твои несколько десятков лет будут сведены до одного кадра. Сколько в этом кадре будет светлого, чистого, а сколько будет грязи. Вот и все. Вот и все спасение. Вот этот кадр, он сейчас монтируется. И никуда ты от этого не денешься, никуда ты не спрячешься. Всевидящее око, которое смотрит сегодня на каждого из нас. Мы не знаем, какие мы, а Бог знает. И человек предполагает, и Господь восполагает. Может быть, много было у каждого и фантазий, и каких-то представлений, но жизнь складывалась так, как складывалась. И надо эту жизнь принять. И жить дальше. Трудно нам впускать Бога в нашу жизнь. Трудно доверять Ему. Трудно, понимаете, это борьба, потому что грех внутри живет, и он не хочет смириться. Он не может смириться. Поэтому, конечно, нам же надо говорить о смерти и о воскресении. Ведь если во мне живет два человека, то один должен умереть, а другой остаться. И вот то, что я уже говорил сейчас после Акафиста, что для меня было очень-очень поразительно, понимаете. Но после того, как я услышал, что такое, понимаете. И там было много таких вещей, когда люди, покурив, причащались, понимаете, и обманывали, и все. И я, понимаете, в таком недоумении, ну как же так. Но это ты по-человечески, а Бог все-таки стучится в сердце человека. Это я по подворье говорю. И то, что люди стоят после причастия, сейчас побегут и будут курить. Ты от этого сейчас. Вот это их мера. И в то же время встречается такое покаяние у некоторых. В общем. Настоящее. Настоящее. Настоящее, понимаете. И все это вместе, все это в одном пространстве. И все равно. Продолжение следует...